Программа «Учительский дом» не состоялась. Напомню, впервые о ней заговорили в 2011-м. Чиновники заявили, работники соцсферы смогут купить собственные квартиры. Сделать это предлагали с помощью жилищных кооперативов. Учителя и воспитатели объединили бы финансы и, вложив деньги, построили бы дом. Правительство, в свою очередь, взяло на себя обязательство по подводу коммуникаций. Но в основе не там, ни одного квадратного метра так и не построили. Почему? Разбирался Лена Петрова. Поляне и Юго-Востока в свое время называли лучшей площадкой для строительства по программе «Учительский дом». Правда, было это аж 4 года назад. Тогда программу одобрили и вовсю раструбили. Сотрудники социальной сферы смогут купить собственное жилье. Дома будут возводить по самой низкой цене, да еще и банки предоставят выгодные ипотечные кредиты. Но что-то не сошлось. Сегодня, спустя 4 года, на заседании областной думы вновь обратились к программе. Правда, вопрос лишь о том, кого добавить в список тех, кто хочет участвовать. Мы вышли в прошлом году с инициативой дополнить этот перечень с соответствующими категориями граждан, чтобы они имели равные права. В прошлом году, в июне месяце, мы вышли с такой инициативой в Государственную думу. Государственная дума рассмотрела наше предложение по изменению в федеральном законе. Соответственно, доработав, внесла еще и работник в социальных усвеждениях, расширив этот список. Теперь список вроде бы полный. В нем и учителя, и соцработники, и воспитатели детских садов. Но программа все равно ни на шаг не приблизилась к старту. Два года назад попробовали составить перечень тех, кто готов купить квартиры. Но из первоначального списка в 300 человек осталось лишь 45. Сегодня их может быть еще меньше. Понятно, при наличии одного-двух-трех человек участвовать в этой программе, запустить ее в регионе сложно. Поэтому мы пошли на пути, чтобы как можно шире открыть ворота для участия максимального количества людей. С тем, чтобы набирать их достаточное количество, обеспечивать финансирование этой программы и запустить ее с тем, как она функционировала, эффективно работала в регионе. Поможет ли это наконец приступить к реализации программы, неизвестно. Финансовая составляющая тоже недоработана. Банки не готовы предоставить кредитные программы. Потому и желающих купить квартиру все меньше. Так что не исключено, что первый учительский дом в Саратове появится лет через 10, а то и позже. Елена Петрова, Тимофей Печерский, РЕН-ТВ, Саратов. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова